Добрый день! Добрый день, леди и джентльмены. Футбол у нас в расписании. Хорошо, свежо в столице. Сапсан Арена вас приветствует. Очередной тур юношеской футбольной лиги. Местный локомотив сегодня принимает. Ну, в общем, не менее местный. Московский имеется в виду Строгино. Но соседи по турнирной таблице мы сейчас с вами будем смотреть матч UFL 2. По традиции этого сезона уже привыкли мы, разумеется, друг другу в том числе доказывать в этом матче. Ну, давайте все предстартовантура. Зрелищный футбол. Понижен один из двух центральных защитников. Но здесь прямой удар по воротам. Причем именно на исполнение, на техничку пытался четвертый номер пробить. А вот, правда, удар-то не получился, а передача после этого. Восьмым номером защищает ворота. Полевые игроки. Егор Беляев 90, Никита Марьясов под тринадцатым, Павел Горбачев четвертый, Артем Бескибальный под вторым номером и на поле. Перехват локомотива, попытка проникающей передачи в разрез на как раз-таки девятого номера на Никишина. Не дошла эта передача. Но Истрогенов очень быстро в контратаку убегает левым полуфлангом в штрафную площадь. Пошел футболист Трелепет. Но на стране вообще принято, да, не называть холодную погоду холодной погодой. У нас ведь, как правило, говорят, что? Говорят, свежо на улице. Хорошо. Мы, россияне, люди крепкие, суровые с этой точки зрения. И нам действительно таблица команды. Угловой, если не ошибаюсь, первый в исполнении Истрогенова-то матче. Подача пошла на ближний угол вратарской. За мяч зацепился футболист Трогенова. Ну и обратно на шестого номера. В правый фланг отыгрывает шестой номер. Это у нас Алимхан. Алимхан. Ну и вторая попытка. Вторая подача. Алимханова тоже не очень здорово получилась. И быстрая контратака Локомотива. Никишин. Один в один. Выходит Никишин. Штанга. Кирилл Никишин. Девятый номер. Локомотив. Еще одна быстрая атака Локомотива. Перехват в районе центрального округа. Есть возможность для того, чтобы пробить из обороны футболиста Строгенова. Но вот после того, как гол пропустили, какие-то проблемки возникли с этим делом. И на постоянной основе в последние минуты уже можно говорить, что на постоянной основе футболиста Локомотива где-то примерно в опорной зоне. А мяч перехватывают. Ну вот такая ошибка. Еще одна ошибка. Футболистов обороны Строгенова. Никишин с близкой дистанции с линии вратар. При игре в теплое время года. Очень тяжелый, очень плотный мяч. И при этом скользкий, как правило. Так что для вратарей это тоже отдельный вызов. Не только против игроков выступать командой соперника, но и против мяча. Ну, элегантно отправить мяч. Но не дошла эта передача. Мигунов. Потеря уже в исполнении футболистов Локомотива. Мигунов уже штрафную площадь и под себя убирают. И, ну, арбитр был в практически идеальной позиции. Этот эпизод просматривался наперегом уже практически сыгранным минутам. Но, правда, ни один из них на данный момент опасности не принес. Но вот игрушка, которого можно назвать, ну, таким по-настоящему. А, кстати, его партнер по линии обороны, Никита Марьянов. Пас на 70 метров прямо в ножку партнеру прилетел. Ну и как-то сразу появляется уверенность, появляется кураж, драйв после таких эпизодов. Но я уверен, что сейчас Никишин, конечно, сам себе настроение значительно поднял вот этим очень красивым. И Чува Алимханов, штатный исполнитель стандартов, ну, по крайней мере, угловых. И еще один опасный эпизод у ворот Локомотива у Дарта мы увидим. Здесь какая-то сутолока паника, я бы даже сказал, в исполнении футболистов Локомотива. Жестикулируют, обращаются футболисты Трогино к арбитру. Показалось им, что мяч попал в руку защитнику Локомотива. Стефанишин, по-моему, был в центре этого эпизода. Но арбитры здесь тоже, ну, во-первых, нарушения правил не увидел. Во-вторых, находился в очень хорошей позиции. Это один в один, это удар по воротам, безусловно, у болельщиков Локомотива на душе. И действительно довел передачу до своего партнера. Очень опасно могло получиться. Такая атака с наскоком у Трогино. И сейчас мяч не дошел, да, рисково. Нарушение правил, в своей видимости. Мяч адресовался, но не дошла, не дошла эта передача до адресата. Есть возможность убежать в быструю контратаку, и причем чуть ли не с численным преимуществом в эту... Еще разок. И вот такая вот обманочка от Алимханова. Вот сейчас действительно верхом пошел. Ихотки 15-й номер шнапцев действует. Никишин. Плотную очень борьбу. Ему навязывают сразу два футболиста с Трогино. И победителем из обоих единоборств выходит Никишин. В итоге доставил мяч на левый фланг. Здесь через дриблинг. Мяч в итоге доходит до футболиста. Девятая минута уже у нас практически закончилась. Ну и последние так минуток 5-6, наверное, без опасности у обеих ворот. Мы с вами, друзья, живем. Но вот сейчас его тут... Ну так. У 90-го номера. Хотя позиция была очень хорошая. Вообще сама ситуация очень перспективная. Снова Беляев. А вот это здорово. А вот этот удар... Плечистый, достаточно высокий. Ну как раз он с мячом. Ну и судя по этому приему и техничке тоже не лишено. Он Попо. Футболист Астрогенов. Последняя минута основного времени первого тайма. Не видел я, чтобы резервный арбитр выходил с табличкой. Ну это, как правило, на 45-й непосредственно минуте происходит. Ну и момент у локомотива. Вот так неожиданно. Данил Коструб под пятым номером, который сейчас появится на поле, будет играть вообще без каких-либо средств утепления. Футболки с коротким рукавом, без какой-либо подзевки, без какой-либо термухи, так называемой, без чего-то еще. То есть вот прям как будто плюс 15. Выходит на поле пятый номер локомотива. Вот в таком примерно пляжном виде практически. Напомню вам, что начали эту игру. Мы работаем в бригаде арбитров. По главе с Романом Федулеевым. Из Пензы ассистенты Артемий Закурнаев и Никита Семен. Оба рефери из Москвы. Ну и резервный арбитр Олег Снегирев из Нижнего Новгорода. Без нарушения правила здесь отбирают футболисты локомотива мяч. Но, правда, точно так же без нарушения правила и в гораздо более перспективной позиции отбирают футболисты Строгино. Сафона в штрафную площадь. Удар, поворот. По его воротам было все-таки несколько иное, нежели в исполнении локомотива. Его визави, господин Жданов, галкипер Строгино, пару раз-то вообще откровенно свою команду спас. Прям полноценно. Но сейчас такая возможность будет и у Матю. Артем Попов подходит. Правая нога. Вообще отсюда и правой ногой. Даже в том числе и поворотом пробить можно. Постараться. Ну, как раз этим Попов готовится. Но давайте об этом чуть попозже. После этого углового. Розыгрыш от Строгино. Удар, поворот там. Первый мотива. И еще один стандарт. Еще один угловой на север с противоположного фланга. Футболисты Строгино. Подача пошла. Удар, гол. На ближний угол вратарской. И там первый на мяче был футболист Строгино. Вы знаете, здесь есть такое ощущение, что это коллективная ошибка. Коллективная ошибка и футболистов, ну, группы обороны, да, защитника. Но вот сейчас как раз друг... Пошла подача. На выход снова не пошел. Ну, если Локомотив хочет с положительным для себя результатом этот матч закончить, то нужно, конечно, что-то придумать. Как-то урегулировать игру у своих ворот при угловых. Правым флангом Строгино. Вообще Локомотив сугубо в обороне. Эти минуты проводит. Отбивается Строгино. Окрыленные, забитым мячом. Окрыленные этим промежуточным успехом. Летят вперед футболисты. Эта московская команда и очень хотят второй мяч забить. Бушуев. Бушуев. Свеженький Бушуев. Мячом поработал. Поворотом пробить не удалось. И снова в контрпрессинге Строгино. Левым флангом. Рисков. Центр пытался в него сместиться. Мяч потерял. Но снова очень быстро отдает владение Локомотив. Очень быстро это происходит. Строгино. Хорошая передача и удар. Игроки Строгино не смогли. Локомотив. Но может быть в исполнении Лока чего-нибудь стоящего у ворот гостевой команды мы увидим. А то как-то в последние минуты просто монополия на атакующие действия. В исполнении Строгино. Шнапцев. Назад на Кошмана. Но это даже не передача. Это скорее отскок был на седьмого номера. Тот, ну я уж не знаю, что он там пытался сделать. То ли на партнера отдать, то ли пробить поворотом. Но в итоге вторым темпом. Будем надеяться, что легкие проблемы со здоровьем часто в этой игре возникают у футболистов. По понятным причинам. Естественно, в такой мороз. Ну, тут, смотри, здесь даже самостоятельно покинуть пределы пуля. Алферов не может. На Кошмана отыграл. Кошман мяч потерял. И Строгино снова в атаке. Правым флангом. Нет, точная передача. Михаила Мигунова. Точнее, передача даже не на Мигунова получилась, а на пятого номера Коструба. Ой, какой момент из штанга. Доставала восьмой номер. А вот, я насколько понимаю, желтую карточку, да, получил футболист Строгино за этот эпизод. Да, скорейность и локомотивы угловой очередной зарабатывают. Шнапцев на розыгрыш прибежал, но подача у него не получилась. Ближнего перебить пятого номера не получилось. Кузьмин на подборе. Кузьмин. Это не Кузьмин, а доставалов было. Ошибается доставалов. И можно убегать один в один. И убегает один в один футболист Строгино. Удар поворотом. Да как же так-то? 90-й номер Строгино продолжается. Атака. Это Беляев был. Еще один удар поворотом. Матюни на месте. Один в один чистейшим образом убежал Егор Беляев. 90-й номер. Правый фланговый защитник. Ну вот, наверное, вот эта самая нехватка, ну и опыта в том числе, да, и вообще навыков игры в атаке. Тонная ночка ждет его. 90-го номера. Еще долго он. До февраля месяца. До конца февраля месяца, когда возобновится вновь игровой процесс, соревновательный процесс. То есть в ЮФЛ будет этот эпизод вспоминать. Ну а Беляев. Ну ладно, бывает, ничего страшного. Юный футболист совсем. Уж совсем нагнетать встановку не будет, разумеется. Стефаниша. Внешней стороной попытался перевести мяч во фланг. А Беляев футболист и Строгино организуют свою. Ну я так полагаю, что одну из последних, по крайней мере, позиционных атак в этом матче уж точно. 89-я минута у нас идет уже вовсю. Строгино. В штрафной площади будет удар поворотом. И снова Беляев. Удар поворотом Беляев. Так, там уже флажок арбитра. Там нарушение правил со стороны футболиста Строгино. Второй подряд эпизод.